София Газгеева увлекается живописью с самого детства. За это время она успела раскрыть на холсте множество различных тем. Но сегодня для юной художницы особый случай, ведь конкурс посвящен столетию образования ингушетии. На Майберте она аккуратно выводит карандашом курхарс, ингушский традиционный женский головной убор. Мне надо было вносить что-то по теме ингушетия. И я просто общей идеей поставила, что у меня ассоциируется с ингушетией, что горы, башни, музыкальные инструменты, курхаз, солнце. И постаралась все это в одну картинку влить. А вот Самира Аздоева выбрала композицию в стиле графики. На холсте она изобразила вовнушки, свою родовую крепость. Также башню свободы. Девочка старается успеть. Время ограничено. Башня Согласия, я думаю, это символ Магаса, можно сказать. Между ними будет тоже гора. Моя тема сегодня это ингушетия, страна, башен. Поэтому я выбрала такую композицию. Гитара, скрипка и фортепиано. Соревнования сопровождаются с живой музыкой. В мире искусств считают, что творить лучше всего под хороший аккомпанемент. Да и к тому же воспитанники музыкального отделения таким образом поддерживают юных художников. Оценивают участников известные художники ингушетии. Члены жюри делятся. Выбрать победителя будет нелегко. Все участники детского конкурса ответственно подошли к выполнению поставленных перед ними задач. На каждой из работ продемонстрированы отличительные особенности ингушского края. Дети стараются максимально воспроизвести величие и неповторимость наших гор и башен. Тем не менее, лучший из рисунков комиссия будет отбирать по ряду критериев. Отбор намного строгий у нас, потому что мы отбираем форму, цвет и перспективы, как они подходят. Цвета тени. Ну, по этим формам, так как они уже полухудожники, и форма, соответственно, строгий должен быть. Рисунок, как формируется рисунок, композиции. Организаторами республиканского конкурса рисунка выступает Министерство культуры региона. Участие принимают воспитанники со всех художественных школ Ингушетии. Всего представлено три темы. Ингушетия, страна башен, Макас, город солнца и добра, также герои моей малой родины. Такого рода соревнования в республике проводятся впервые. Мы надеемся, что он будет иметь продолжение в следующем году. Может быть, он видоизменится, может быть, будут внесены какие-то коррективы, и он расширит свои границы. Это покажет время. Мы надеемся, что продолжение в любом случае он будет иметь. Юным, но при этом талантливым мастерам кисти вручили грамоты и подарки. Организаторы конкурса убеждены, такие акции формируют бережное отношение к исторической памяти, истории и традициям, к культурному наследию региона, воспитывают чувство любви к своему народу, ну и, конечно, являются ознаменованием столетия ингуштской государственности. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз, 24.